30 марта губернатор Игорь Руденев в Твери посетил пункт временного размещения в санатории Бабачевская роща, где размещены более полусотни вынужденных переселенцев из Украины. Они в составе организованной группы прибыли в столицу Верхневолжьи накануне утром. Глава региона пообщался с гражданами, ознакомился с условиями их проживания. Далее расскажет наш корреспондент. В пункте временного размещения губернатор осмотрел столовую и игровую детскую комнату. Ну что, как настроение? Хорошие. Молодцы. Не холодно вам здесь? Нет. Всего в санатории Бабачевская роща проживает 58 человек, в их числе Екатерина Чекманова, которая прибыла в Тверь с двумя детьми. Муж не успел ко мне выехать. Я в роддоме была. Теперь нет связи с ним. Не знаю, где он. Хочу его найти очень. Даже дочку еще не видел свою. Очень сильно стреляли. Обстреливали жилые дома. Это очень страшно. Дети в истерике были, плакали все. Ну, пришли в войска Российской Федерации, сказали у вас зеленый коридор, уходите, вас никто не тронет. Пока не может выйти на связь с дочкой и двумя сыновьями пенсионерка Нина Антоновна. Они жили в разных районах Мариуполя. Женщина искренне верит, что ее родным, так же, как и ей, самой с помощью российских военных удалось спастись от беспощадных обстрелов ВСУ. Россия нас, я благодарна, вымыла, накормила. Тоже я была. Это вообще. А сейчас бабушка, слава Богу. Я очень благодарна Российской Федерации за спасение своих. Во время общения с людьми Игорь Руденя подчеркнул, что регион готов оказать беженцам максимальное содействие в решении всех возникающих вопросов. Сейчас отдохнете, денек-другой, и мы тогда от вас пожелания соберем. Кто хочет на работу, посмотрите, какая специальность есть, чтобы уже себя чувствовать так, посвободнее. Соответственно, ребятишек в школах, кто-то в детский сад, немножко адаптируетесь и будете вливаться в нашу жизнь. От граждан уже поступили просьбы оказать содействие в восстановлении утраченных документов. Каждое обращение взято на контроль тверских властей, подчеркнул губернатор. К настоящему моменту всего в Тверскую область прибыло более 300 вынужденных переселенцев из Украины. Все они размещены в пунктах временного размещения в пределах Твери и Калининского района, обеспечены предметами первой необходимости. В пунктах организовано дежурство медиков, необходимая помощь оказывается органами соцзащиты, волонтерами. Прибывшие в Тверь граждане прошли ПЦР-тестирование на выявление коронавирусной инфекции. Начинается вакцинация взрослых и детей по национальному календарю профилактических прививок. Также Тверская область продолжает оказывать гуманитарную помощь жителям Донецкой и Луганской народных республик. Уже отправлено 6 фур с продуктами и непродовольственными товарами. Это свыше 75 тонн и 2 груза 29 тонн с самолетом Ил-76. К сбору гуманитарной помощи активно подключились не только профильные организации, представители бизнеса, но и простые тверичане. На деле доказывая, что чужой беды не бывает и своих мы не бросаем.